Доброе утро, друзья! Ну что, предлагаю вам рубрику Лечебное диетическое питание. Сегодня у нас салатик. Называется Крутые рубленные яйца под сметаной. Сваренные вкрутую яйца рубят мелкими кубиками, кладут в посуду и заливают сметаной. Смешанные с простокваши. При отпуске посыпают измельченной зеленью укропа. Используется на диетах 2, 7, 9, 11, 15. Продукты на порцию в граммах. Два яйца, сметана 30 грамм, простокваши 10 миллиграмм и 4 грамма укропа. Дорогие мои, вот хочу вам еще представить одну разновидность. Ну, типа закуски. Называется селедочное масло. Мякоть селедки замачивают в холодной воде на 10-12 часов. Ну, опять же, не надо забывать, что это 71-й год и так далее. Рецепты взяты давно-давно. И сейчас как бы уже совершенно другое время. Может, можно замачивать уже и на несколько часов. Пропускают через мясорубку или через блендер с частой решеткой в мясорубке и протирают через сито. Полученную массу соединяют со сливочным маслом. Все хорошо перемешивают и охлаждают. При подаче посыпают измельченный зеленый лук. Друзья мои, используются при диетах 2, 5, 7, 9, 11, 15. Продукты на порцию. Сельдь 40 грамм. Масло сливочное 20 грамм. Лук зеленый 6 грамм. Дальше я вашему вниманию представляю бульон с яичными хлопьями. Раз уж у нас сегодня был представлен рубленые яйца вкрутую, значит, супчик легенький мы сделаем тоже с яичными хлопьями. Бульон с яичными хлопьями. Итак, яйцо выпускают в посуду и хорошо размешивают. Затем вводят через душлаг. В мясной кипящий прозрачный обезжиренный бульон, который заранее приготовляется по всем кулинарным правилам. Непрерывно промешиваем, проваривают 2-3 минуты и подают к столу. Используется на диетах 2, 9, 11, 15. Если употребляете только яичные белки без желтков, то используются еще и при диете номер 4. Продукты на порцию. Готовый прозрачный бульон 500 мл. Яйцо 1 штука или 1 белок. Для диеты номер 4. Дорогие мои, вот такие вот 2 блюда. Теперь второе. Второе у нас, вот я выбрала. Так, сейчас сделаю пометку, что я вам это уже прочитала. Котлеты, а, котлеты картофельные паровые у нас уже были. Поэтому, вот мы возьмем другое. Дорогие мои, гречневая каша молочная, протертая. То есть, у нас сегодня с вами будет не мясной день. Перебранную гречневую кашу засыпают в разбавленное водой кипящее молоко и хорошо разваривают. Затем протирают через сито, добавляют сахар и разогревают. Ну, на мармите, я не знаю, что такое мармит, друзья мои. Ну, я бы сказала бы, что уже в микроволновке в наше время, наверное. Или, может, на плите. При отпуске кладут сливочное масло. Кашу лучше приготовить из размолотой крупы, то есть хлопьев. Используется при диетах 1, 2, 5, 7, 11, 15. Продукты на порцию в граммах. Крупа гречневая 50 грамм, масло сливочное 10 грамм, вода 80 миллилитров, сахар 10 грамм и молоко 150 миллилитров. Дорогие мои, ну и, конечно, вот в этот вот безмясной день, у кого есть там своя хорошая диета мясная, может быть, они сделают такую вот диету. Вот это, это второй день. Пожалуйста. Диета хорошая. Я разговаривала со своей приятельницей. Она сказала, что вот эти вот, вот эти диеты, они как бы подходят. И при сердечно-сосудистых. Позже я вам расскажу, какие диеты. Сердечно-сосудистые, там при гепатитах, как я вам сказала, ЖКТ, печени, поджелудочные. Ну, в общем, и при артритах, и при гастритах, и при сердечных заболеваниях, и при подагре даже есть. Ну, вот сегодня я уезжаю в Томск, дорогие мои. Сегодня у меня будет, завтра с утра у меня уже будет своя больничная диета. Ну, кормят там хорошо, все, конечно, все по диете. Я не интересовалась, какой там стол. Ну, все такое диетическое. Ну, хватает. Мне, во всяком случае, хватает просто за глаза. Я много не ем, и как бы вообще для меня даже это очень и очень много. Ну, питание хорошее. В онкологии питание хорошее. Кстати, я лежала в кардиологии, тоже нормально. Вот так. Погода сегодня пасмурная, с утра холодно. Ну, а я сейчас буду помаленьку собираться. В принципе, у меня уже все собрано. Ну, просто так уже, как говорится, подбить итоги. Подбить итоги. Что там у меня конкретно в сумке. Что положено, что не положено. Дорогие мои. Ну, вот грустно мне, конечно. Все меня будоражит. Ну, это как обычно. Я как собираюсь в те края. У меня до тех пор, пока я... Последний день, когда у меня не наступит, и выписку мне в руки не дают, не дадут, у меня все время все вот такое... На высоких... На высоких звуковых тонах. Я вся как струна. Уже даже я чувствую такое вот возбуждение прямо. Ну, что, дорогие мои, пожелайте мне удачной поездки, чтобы все было... Чтобы было бы все, по крайней мере, так, как есть сейчас. И не хуже. Лучше приветствую. Ну, а хуже, конечно, нет. Не хотелось бы. Всем желаю добра. Всем желаю добра. Хорошего настроения. Хорошего воскресения вам всем. Мира, позитива. Будьте счастливы, дорогие мои. Спасибо.